ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нельзя назвать там пожаром, потому что у нас тоже есть своя специфика, пожаром называем, только такие возгорания, где какой-то материальный ущерб, да, там какой-то оцененный или там человеческие какие-то жертвы, кто-то пострадал. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Горел декоративный диодный светильник, диодная лента, вот таким образом, можно сказать, такой вот безобидный, казалось бы, источник света, да, вот он там где-то, ну, диодик маленький, никому ничего не навредит, но тем не менее, может привести к пожару. И в этом кафе имущество на 2 квадратных метра было повреждено. Ну, причина короткое замкание очевидна. В ночь на субботу очевидцы сообщили в МЧС о том, что горит дом по соседству по улице Туполева. Когда спасатели прибыли к месту, то дом был полностью охвачен огнем, частичным обрушением кровли и перекрытием чердака. Огнеборцами в доме был обнаружен обгоревший труп женщины 69-го года рождения. В результате пожара дом, можно сказать, уничтожен огнем по всей площади, а это 96 квадратных метров. Ну, причины пока устанавливаются, не исключен даже и поджог. Этой же ночью, в четвертом часу, помощь спасателей потребовалась пенсионерке в московском районе. Все дело в том, что ее руки отекли и кольца сильно пережали пальцы. Вот такой вот случай. Ну, работники МЧС оперативно справились с этой задачей, сняли кольца. В этом случае можно посоветовать слушателям, конечно же, снимать аксессуары с рук, хотя бы перед сном. Такие кровообращения все-таки в пальцах лучше будет. Ну и попасть в такую же ситуацию... Вот такую пастку не срывается. Не получится. 17 октября около 4 часов ночи в доме номер 2 по улице Шафранянской загорелись постельные принадлежности. Все из-за чего, как вы думаете? Курение? Ложку? Скорее всего, да, из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Но, как утверждает проживающий в этой квартире мужчина, кот перегрыз ему светильник и возникло короткое замкание. Это, конечно, вряд ли... Конечно, ситуация тому, что было на кого свою вину, надо было скинуть. Да, хотел все свалить на кота, но не получилось. Так, не отрывалось. В понедельник вечером на улице Червяково произошло загорание имущества в киоске. Предполагаемая причина вот тут уже короткое замкание. В это же время в заводском районе на Ауэзово горела хозяйственная пристройка площадью 18 квадратных метров. Огнем, значит, повреждена шиферная кровля. Рядом стоящий контейнер. Ну, предполагаемая причина в этом случае поджог. Утром 19 октября по проспекту Победителей, может быть, слышали, двигался автобус по маршруту Коростоянова и Ждановичи. И как вдруг пошел дым не оттуда, откуда нужно. Вот, оказалось, оплавление, изоляция электропроводки системы отопления салона. Предполагаемая причина короткое замкание той самой электропроводки. Никто не пострадал. В этот же день, во второй половине дня, на улице Левина задымился легковой автомобиль Audi 95-го года выпуска. На прошлой неделе тоже Audi горел. Угу, босс некие машины такие. Да, да. В этом случае, не, ничего не скажу против Audi, хорошая марка. Так что, ну, такого стечения обстоятельств. В этом случае тоже оплавление, изоляция электропроводки, только уже в салоне. И причина такая же, как и в истории с автобусом, короткое замыкание. Такой вот получился день автопожара. Транспортный. Да. 20 октября в обед, моя коллега, вот, кстати, рассказывала, хочу там селедочки очень сильно. Поехала в Виталюр на Андреевской за этой самой селедкой. Но осуществить покупку не удалось. Говорит, я приехала. Причь, профессийные навыки применять. Нет, нет, там уже были коллеги, там уже пожарные стояли. Оказалось, что в помещении приготовления пищи загорелось там масло во фритюре. Сработала пожарная сигнализация. Покупатели, работники магазина быстро покинули здание. Никто не пострадал. Причина нарушения правил эксплуатации электросетей. Не доглядывали сами, что противники гандлевой сетки. Да, осталось без селедочки, моя коллега. Нажали. Ну и мы с вами подошли ко вчерашнему дню. Очень много происшествий было вчера. В 10.24 на улице Раковская горело имущество в кабинете административного здания. Предполагаемая причина короткое замыкание. Около восьми вечера спасателям поступило сообщение о загорании частного жилого дома по переулку 4-му Брескому. По прибытии, значит, к месту вызова огнеборцы установили, что произошло загорание имущества в двух жилых комнатах на площади 15 квадратных метров. Работниками МЧС в одной из горящих комнат на полу в бессознательном состоянии был обнаружен хозяин домовладения. Медицинские работники констатировали его смерть. Рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении погибшим и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Тоже вчера около половины 10 вечера в Первомайском районе на Новгородской горели неэксплуатируемые коллективные сараи. Доступ в них был ограничен, но тем не менее кто-то, видимо, смог проникнуть туда. Как правило, как наступает холода, все лица без определенного места жительства проникают в такие неэксплуатируемые здания, строения, распивают там спиртные напитки и неосторожное обращение с огнем таких лиц, особенно приводит к пожарам. Ну и в 22.31 спасатели приняли сообщение о загрании деревянного сарая на Солтесе. Сарай полностью сгорел и теперь инспекция работает над установлением причины этого пожара. Такие вот происшествия за неделю. Статистика такая сумноватая, потому что заужды вельми болюча чуть, коли гинуть люди подчас пожара. Ты мне меньше, вось вы отзначили, что шмат администраційных будынков, у киоску было узгарание, у бытовцы, там, здаецца, в таких помешканьях регулярно проводятся рейды, обследования, проводки электроиншних аспектов пожарной безпеки. Чему так отбывается? На что я шею, лотальники не звертают увагу? Нет, слушайте, обращаем внимание на все, и я думаю, что люди, которые там работают, конечно же, тоже контролируют. Ну, невозможно просто предугадать, где в результате короткого замыкания там где-то скачки напряжения, они имеют место быть. Тем более сейчас, когда люди где-то там включают обогреватели, допустим, электро, пользуются какими-то электроприборами, возникает вот такая вот ситуация. Особенно сейчас еще вот не было таких примеров возникновения возгораний, но, тем не менее, как правило, вот в зимние периоды в электрощитках, в подъездах тоже начинает плавиться проводка. Почему? Потому что дома, в принципе, старые, да, и где-то не предназначены вот эти вот советская проводка для наших куча бытовой техники. Одночасово, что нельзя робить, включается и правильная машинка, и пылосос, и микрохвалевая печка, и шмат инших приборов можно одразу працовать. А тут из-за этого могут страдать и другие. Если вот, допустим, у вас в розетке включен какой-то электроприбор, не обязательно у вас должен случиться этот пожар, потому что где тонко, там и рвется, понимаете? Так и, по сути, с током и электричеством. Где какие-то вот нарушения есть проводки, там именно и будет она плавиться, и будут возникать какие-то возгорания. Сябры, нагадаю, в нашем эфире специальный проект программы «Час без пеки». Кали у вас есть максимум некие пытанье на конт пожарной без пеки, пишите нам на сторонку радио «Столица» у социальной сети ВКонтакте. Так само, Зусим Хутинка, мы агучим пытанье, на якое сегодня будем чакать от вас отказаў. Заставайтеся на нашей хвале! Час без пеки Сябры протягваецца программа «Час без пеки» и падайшлі мы з вами напылна до самой такой прыемной, отказной разам с тым часткі. Будзім задаваць пытанье. Александр, вы гатовы? Так, канешна гатов. Уже хочу вручыць кому-то подарок. Нагадай, што гэта будзе цэлый пакет таких прыемных сюрпрызов по дарунку. Которые нужно забрать у нас в Минском городском управлении. К вам на радио можно не ехать, сразу к нам прямяком. Так, мы там все вручим, все как надо. Ну и, собственно, вопрос. Не секрет ни для кого, что работники МЧС проводят ежегодно, регулярно, постоянно какие-то профилактические акции, направленные на предупреждение пожаров, гибель людей. И вопрос простой вообще, не знаю даже какой проще можно было бы придумать. Простенький, простейший. Как называется текущая акция от МЧС, которую они сейчас проводят? Сябры, як называется... Вот я подскажу, с 18 октября она началась, если кто-то там будет искать сейчас... Гуглить, открывать сторонки в интернете. Если кто-то знает, то сразу присылайте, конечно, нам ваши ответы. Куда присылаете? У нас отказом у вашей ЧКМ на сторонце Радио Столицы в социальной сети ВКонтакте. Сябры, пытание такое, якая акция проводится литерально теперь? Министерством по надзвучайных ситуациях. Самый перший наш слухач, який дашли абсолютно докладный, правильный вариант. Отказа отрымая, приемный подаруночек, целый пакет сюрпрызов от Минского городского управления МНС. Все правильно? Все правильно. Пакуль, вы думаете, гуглите, шукаете, як называется гэта акция? Махчым, а хтось, яшчы и прочитаю, учим яе сутнасть меты, задачи, на что я на накеравана. Александр, у вас хочу спытаться. Но мы потом расскажем, если что, добавим. Конечно, мы обовязково расскажем. Для чего она нужна и вообще, что это за акция, что там можно купить по этой акции. Конечно, это будет напереде. А пакуль, что вы отзначили. Осенне-зимовые перы, это тепляльные приборы, утым лику. Котлы есть, так само и снуют для обыгрывания помешканью. Что тут треба, на что звертать увагу? Ой, у меня есть одна такая история. В прошлом году буквально на даче, но у меня там, ну как у моих знакомых, можно сказать, электрокотел, и мы просто забыли слить воду, да, допустим. Ну, бывает такое. Думали, ну, сольем там где-то уже там через недельку. Ну, тут были морозы. В общем, все замерзло, котел лопнул. Но возникает еще вопрос другой. Если, допустим, вот котел на твердом топливе, может быть, да, там, или на газовом оборудовании, тогда могут возникнуть какие-то такие более серьезные проблемы. Не то, что у нас там, да, у моих знакомых. Ну, во-первых, при некорректном использовании котлов на твердом топливе может развиться пожар. Это очевидный факт. Во-вторых, из-за низких температур, вот как у меня произошло, могут замерзнуть трубы, и особенно, если они там где-то на чердаках находятся, и не утеплены или плохо утеплены. Можно и не зауважить в этом. Что в этом случае, да, что в этом случае происходит? Вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле, а это может привести даже к взрыву. Вот на моей памяти, когда я работал в Бресте, в 2011 году в Брестском районе зимой произошел подобный инцидент. На улице был мороз минус 15, и тогда вот бахнуло. Никто не ожидал. И один человек даже... Потерпел их хоть и не было. Было, было. Один человек погиб, там еще пострадавшие были. Итак, как же безопасно согреться? Начнем с этого. Для начала, конечно, необходимо убедиться, что все запорные системы на подающем, обратном трубопроводах, они все открыты. Это очевидный факт, да, иначе вот возникнет давление какое-то, и, понятно, произойдет то же самое, что мы сказали чуть раньше. Осмотрите все оголовки дымоходов, чтобы они не были закупорены, какие-то замерзшие, мало ли там за лето, пока его не эксплуатировали, там что-нибудь уже нападало, или, не знаю, кто-нибудь залетел, может там... Перед тем, как разжигать котел, откройте линию подпитки, систему отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Если вода потекла, значит, все хорошо, система не замерзла. Но, если не потекла, понятно, тут надо что-то делать. И если давление еще и на манометре растет, надо искать где-то причину. Как определить место? Ну, во-первых, это где-то в местах соединения расширительного бака обычно, в каких-то неутепленных местах. Прошли, посмотрели, потрогали, если там совсем все замерзшее, ну, как-то надо отогревать. Как отогревать безопасно? Той же горячей водой полить, песком, специальные какие-то приборы, но ни в коем случае не какими-то горелками, как это обычно делается. А люди, как худшие было. Да, быстренько что-нибудь зажгли огнем. А липутенько не ели, значит, добро. Это все может привести к пожару. Ну, и повсеместно используются, конечно, и газовые котлы. Если на твердом топливе где-то в глубинках, где нету, ну, газа не проведен, то у нас даже в Минске газовые котлы устанавливаются. Владельцы газовых котлов хоть раз, ну, слышали, по крайней мере, о неприятном явлении, как затухание. Так само. Ну, да, конечно, когда устанавливают их. Хотя автоматика вот современных устройств исключает подачу газа, если вдруг он затухнет. Но, тем не менее, нужно быть внимательным именно к необходимой тяге. Вот, допустим, если тяги нету или она обратная, продукты горения не могут покидать камеру сгорания. И мы с вами рискуем отравиться даже угарным газом в таком случае. Тот же самый процесс происходит, когда мы греемся от просто газовой плитки, да. Зажигаем комфорки, ну, и хороший способ согреться. Тут тоже есть такой риск отравиться именно вот этими продуктами неполного сгорания и продуктами, в принципе, сгорания газа. Сябрысь, вертайте увагу, это так само вельми-вельми важно для вашей безопасности и для безопасности ваших близких. Так что, как обезопасить-то себя, мы не сказали в этом случае. Коротко, очень коротко. Нам треба будет подводить и выники. Для этого нужно использовать что? Извещатели. Есть специальные газовые извещатели, которые улавливают угарный газ и сигнализируют нам об этом. Ну, есть, конечно, и обычные пожарные извещатели. Есть аутономные пожарные повышальники, конечно. Вельми корыстные приборы. А есть еще извещатели двойного действия. Такие тоже есть. Они и на дым реагируют, и на газ угарный. Так что... Пусть это для людей, которые живут в приватных домах, в коттеджах неких, особливо-особливо корыстные будут. Да, конечно. Печное отопление, это все. Покупайте именно такие извещатели и будете спать безопасно. У нас остается чуть-чуть времени. Может уже, скажем... Будем одразу подводить выньки. Да, есть там. А есть у нас пероможцы? Конечно, есть у нас пероможцы. Зовут ягу Максим. Максим, мы вас веншуем. Да, речи. У нас вельми-вельми шмат. Отзначу, приемно настолько, что все так добро ведают, як называется акция, як у Министерства по надзвышэйных ситуациях проводить ця первуюсь по 29-е кострычника, и она проходит яшче. Докладные отказы абсолютно варианты нам дослали. Але Максим все ж таки был самым першим. Тут доли секунд сгуляли свою ролью. Так, ну и для чего есть у нас еще время? Буквально два предложения хочу сказать. От вас мы хочем подшуть, як же правильно эта акция называется. Что же у нас за отказ правильный? Акция «За безопасность вместе». Почему вместе? Потому что, в принципе, не только МЧС в этой акции принимает участие, но и другие службы. И все это делается для чего? Чтобы предотвратить возгорание именно вот в осенне-зимний период. Работники МЧС где-то приходят к гражданам, посещают дома, их на дому посещают, какие-то дают разъяснения, помогают в чем-то, допустим, если там одинокие, одинокопроживающие, инвалиды, ну, какую-то помощь там оказывают шефскую, допустим, ну, что-то нужно сделать. Если это многоквартирные дома, ну, смотрят чердаки, подвалы, потому что, опять же, вот эти лица, которые… Там самые небеспечные места такие. Да, люди туда проникают там, чтобы погреться, еще что-то, да, могут натворить дел. И в период проведения этой акции можно также обратиться просто-напросто к нам, к работникам МЧС, там, в районные отделы, там, где вы живете, ну, с просьбой, чтобы к вам работники МЧС пришли, подсказали, что может… Поглядели, проверили. Да, может, что-то не так. Особенно, если у вас там частный дом, вот частная застройка, приглашайте работников МЧС, они вам помогут, подскажут какие-то нюансы, о которых вы, может, не знаете, не обращаете внимания, и которые могут предотвратить… Поглядели своим ВОКом, профессийным, все зауважить, все подкрыслить, и все отзначить, и подкажут. Все это абсолютно бесплатно делается, так что, ну, обращайтесь, и за это ругать не будем, именно в период этой акции обещаем… Все доступно, вельми. Да, если работники придут и увидят какое-то нарушение, они не будут давать никаких штрафов, просто дадут какие-то разъяснения. Парады корыстные, подказки, и для того, как вам было беспечно, и вашим близким так само было беспечно. Александр Макчу, мы еще что-то пожидаем нашим слухачам в конце программы? Ну, что пожелать? Участвуйте в наших акциях, конечно же, слушайте наши рекомендации и принимайте их в жизнь. И напоминаю, что на следующей неделе у нас конкурс, я в прошлую пятницу говорил, конкурс по робототехнике. Если кому-то интересно, у нас есть и на сайте эта информация, так что заходите, читайте условия. До 28-го числа принимаем заявки, и 28-го числа, 28-го, 29-го будем проводить этот конкурс. Принимайте участие. Принимайте дело, повязково. А кроме того, совсем худко будут каникулы у школьников. На что там звертать увагу? Про это Александр Хтости от Минска и городского управления МНС расскажется в наступный раз. А я нагадаю, что программа «Час без пеки» наближается до завершения. А сегодня с нами у студии был сопрацовник Центра пропаганды Минска и городского управления МНС Александр Попко. Великий вам дякую за то, что вы нам рассказали сегодня. Дякую. Сябрых, будьте осторожны, про обыход же не загнем, бережите себе и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»